Вы тронули Илана Шора и эту партию. Недавно в Кишиневе был человек, с которым у вас личные отношения были. Это Алексей Алексеевич Венедиктов. Он раздавал интервью, брал интервью, а потом вернулся в Москву. И брал интервью у Илана Шора, который сейчас власти Молдовы говорят, что это главный инструмент Москвы для дестабилизации ситуации в Молдове. С вашей точки зрения, это какая-то спецоперация? Или это просто такой тур журналиста, московского журналиста? Венедиктов не является журналистом в обычном смысле. Его не интересует интервью, которое он берет в Молдове. Он выполняет некую миссию, поручение, которое ему администрация президента. Он тесно связан с Кириенко, друг Пескова, тесно взаимодействует с Лавровым. А, в принципе, и с некоторыми видными лицами из Лубянки. Все это, конечно, завязано на Кремль сам как таковой. Но, в принципе, координируется администрация президента. Он никуда не ездит просто так и не берет просто так интервью. Это надо понять. Он в Латвию ездил, он в Европе часто бывает. Начнем с того, что он, в принципе, был редактором Газпром-медиа, радиостанции, принадлежащих Газпром-медиа. Он, безусловно, являлся человеком, осуществлявшим разного рода спецоперации. Ну, политические операции, безусловно. Речь идет именно о них. И в отношении Молдовы в том же качестве он выступает. Он очень, кстати, хотел впиться в Украину, побывать там, стать неким посредником. Но в Украине там не дураки, сейчас война идет, его быстро завернули. А в Молдове, в других таких странах, где все неочевидно, его принимают. И поэтому он занимается вот такой челночной миссией по налаживанию связей и посредничеству в интересах Кремля. Вот важно понять. Не в интересах мира, Молдовы, демократии, а в интересах Кремля. Он за это деньги получает. Он получает задания для этого. Так что, вне всяких сомнений, его поездки – это публичные, фоновые обеспечения специальных операций Кремля. Несомненно.